Саламас Тармахру Метте от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники 25 сентября в 19 часов состоится митинг Митинги будут организованы по всей стране Мы озвучили места проведения митинга и собственно реклама есть везде в социальных сетях Все те, кто продолжает спрашивать, где будет происходить митинг в том или ином городе, вам нужно зайти на Facebook Мухтара Блязов, Instagram Мухтара Блязов, зайти в YouTube и разные социальные сети, где дана подробная информация и сейчас распространяется реклама с точным местом сбора участников митинга А также мы озвучили, что в трех городах Астана, Алматы и Шимкен будут не только прямые митинги, но и шествия и рекламы по этому поводу достаточно Я сегодня хотел бы озвучить то, что уже прозвучало год назад о том, что все те, кто будут участвовать в победном митинге в победном митинге, который приведет к смене воровского мафиозного режима Нурсултана Назарбаева, получат компенсацию в размере 10 тысяч долларов США При этом эта сумма будет выплачена в течение двух месяцев после того, как произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева и в стране на период полгода будет функционировать временное правительство временное правительство демократического выбора Казахстана то есть мы не будем ждать, что именно после того, как пройдут выборы через 6 месяцев и страну возглавят победившие партии, конкурирующие среди многочисленных партий которые могут быть зарегистрированы и именно тогда будут назначены открытые выборы и придет к власти та партия, которая победила на выборах мы этого не будем ждать я считаю так, если наши инициативы поддерживают народ и в результате этого мы приходим к власти и организуем временное правительство демократического выбора Казахстана то мы, соответственно, получаем полную поддержку на те действия, которые я сейчас озвучиваю а именно, после того, как произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева временное правительство демократического выбора Казахстана нужно выплатить всем тем, кто участвовал в победном митинге который привел к смене политического строя Султана Назарбаева, получит компенсацию в размере 10 тысяч долларов США при этом, эту сумму получат все те, независимо от их возраста даже если вы придете со своими детьми, неважно, малолетними, другими членами семьи, пенсионерами и так далее то все те, кто зарегистрированы на этом митинге который привел к победе и смене режима получат компенсацию в размере 10 тысяч долларов США то есть, если семья, количество их будет 5 человек то, соответственно, каждый получит по 10 тысяч долларов и механизм мы озвучивали год назад я его повторял регулярно в ютюбе, в социальных сетях есть запись я в целом концептуально сейчас объясню таким образом речь стоит о выплате 10 тысяч долларов после победы именно после победного митинга который привел к смене Нурсултана Назарбаева у меня просто, я почему все время это повторяю потому что находится немало людей которые говорят, я на митингах участвовал где мои 10 тысяч долларов еще раз повторяю на том митинге, который привел к смене режима Нурсултана Назарбаева после того, как произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева по всей стране будут работать комиссии в тех городах, в которых были организованы митинги именно в тех городах в состав комиссии будут входить представители известных общественных организаций или авторитетные граждане которые пользуются доверием в обществе активисты, которые участвовали на митингах и будут безусловно представители правительства демократического выбора на местах которые должны идентифицировать и подтвердить участие таких людей на митингах вам достаточно сфотографироваться на этом митинге включая, мы примем свидетельские подтверждения, показания тех, кто участвовал на этом митинге и у них, допустим, были телефоны они сумели снять и вас, и себя но в любом случае этот механизм сейчас современные средства коммуникации телефоны позволяют зафиксировать зарегистрировать и вот таким образом будут произведены выплаты тем, кто участвовал хочу что еще сказать очень много людей говорят так я буду участвовать на митинги в день Икс, который приведет к победе но, уважаемые друзья, никто не знает когда это будет это может быть 25 сентября это может быть на следующем митинге чтобы это произошло надо участвовать во всех митингах иначе получится так, что вы потеряете возможность получить эту денежную компенсацию компенсация в размере 10 тысяч долларов США будет выплачена в тенге по курсу теперь я хотел бы пояснить многим тем которые будут возмущаться, говорить как же так, идет подкуп и так далее кто-то будет говорить, что нужно выступать потому что ты патриот нашей страны кто-то будет говорить, что я не за деньги на самом деле, давайте мы все расставим по своим местам, уважаемые друзья и чтобы вы понимали, что обстоятельства на самом деле не так ну, во-первых, давайте я отвечу на вопрос откуда будут эти средства сейчас мне в инстаграм написали а откуда они будут выплачены вчера я выступал и рассказывал о том как тем представителям силовых служб которые перейдут на сторону народа демонстративно на митингах будет выплачена в размере 50 тысяч долларов США компенсация выплата за то, что они рискнули и перешли на сторону народа именно на митингах именно открыто не потому, что они уволились тихо и скрытно нет, открыто, публично и таким образом фактически дезорганизовали сопротивление режима Насултана Назарбаева сегодня речь идет о том что этих средств в нашей стране достаточно причем я говорил, что текущий бюджет республиканский бюджет нашей страны около 30 миллиардов долларов США по сути меньше и в своих предыдущих многократных выступлениях я озвучивал, что режим Насултана Назарбаева ежегодно крадет сверх этого еще минимум 30 миллиардов долларов США от 30 до 40 вот представьте себе какие суммы крадутся из бюджета страны и эти деньги не попадают к вам поэтому вы получаете низкую заработную плату поэтому вы платите за медицину поэтому ваши дети для того, чтобы они учились в высших учебных, среднеспециальных заведениях вынуждены платить или не получить образование если у вас нет денег вы не имеете многие из вас квартиры многие из вас не могут просто добиться простого это питьевой воды обычной зимой вы растапливаете снег или возите воду из отдаленных районов это все связано с тем что этот политический строй крадет у вас ежегодно свыше 30 миллиардов долларов что такое 30 миллиардов долларов США вот представьте себе что за эти деньги можно построить 10 компаний как Кассинг Кассинг у него официально работает порядка 30 тысяч человек ну в реальности больше это значит 10 таких предприятий тогда каждый год 300 тысяч человек не имеют возможности работать каждый год вот если 5-6 лет эти деньги вкладывать в такого рода предприятия строить их то в нашей стране не будет не просто безработных у нас не вообще не будет бедных потому что на аналогичных предприятиях в мире люди начинают свою заработную плату от 3000 долларов США вот представляете сколько денег ежегодно крадется то есть если эти деньги отправить на развитие страны то в течение максимум 10 лет наша страна превратилась бы в одну из ведущих стран Европы именно средне развитых как Польша, Чехия это максимум 10 лет мы бы достигли такого уровня представляете какое масштабное воровство происходит из карманов наших граждан многие из вас говорят что а давайте не за деньги за патриотизм давайте мы разберем эту ситуацию когда вы говорите не за деньги за будущее своих детей что вы хотите вы хотите чтобы страна была не опасная для жизни чтобы был качественный уровень жизни чтобы были шикарные дороги чтобы воздух был отличный чтобы ваши дети получали достойную заработную плату не нищенствовали зарабатывали так как в ведущих странах мира а именно по несколько тысяч долларов в месяц а не 100 тысяч тенге 200-300 долларов в месяц вы же этого хотите то есть вы хотите по сути делать денег вы говорите вы хотите чтобы ваши дети получили отличное образование но вы за это платите а почему платите потому что эти деньги крадет верхушка политическая по главе с Назарбаевым хотя могли бы сделать бесплатное образование как ведущих европейских странах высшее и среднеспециальное образование бесплатно когда мне говорят что вот ты в советском союзе получил бесплатное образование хочу сказать что практически все европейские страны обеспечивают бесплатное образование вот цена вопроса что эта верхушка крадет такие деньги и когда вы говорите о патриотизме что вы хотите вы хотите построить крутую и свободную страну чтобы жили достойно жизни опять это упирается в деньги вы хотите чтобы не было никаких проблем с медициной чтобы у вас качество обслуживание но для этого нужно оборудование нужно врачам врачам платить достойную заработную плату нужно построить необходимое здание всю эту инфраструктуру нужно построить по всей стране это все опять упирается в деньги значит что вы хотите построить красивую достойную страну у которой бы не было проблем с деньгами правильно не просто она сама по себе не появляются а это появится только тогда когда будет справедливое общество когда не будет коррупции когда каждый может устроиться на работу по в соответствии своим профессиональным качествам а не по знакомству не потому что родственник не потому что есть какая-то некая рука вот об этой стране вы говорите когда думаете о стране когда говорите о патриотизме и все это в любом случае упирается в деньги деньги которые крадет эта верхушка и вы когда говорите хотите построить другую страну говорите о патриотизме вы хотите чтобы этого беззакония не было поэтому уважаемые друзья мы должны смотреть как бы говорится правде в лицо и в глаза и понимать о чем идет речь и далее ну представьте себе что в нашей стране живет почти 19 миллионов человек и общеизвестные исследования что на самом деле достаточно буквально 3,5-5 процентов активных граждан и тогда произойдут изменения что такое 5 процентов это значит около 1 миллиона человек но что тогда получается миллион человек они активны они добиваются смены режима они рискуют мы знаем что этот режим увольняет с работы за то что люди выходят на акции протест на митинги а во всем мире это полная свобода нет никаких ограничений вы знаете что режим за выход на митинги штрафуют сажают тюрьму на 10 суток на 15 суток на год и так далее то есть получается что кто-то рискует добивается перемен в стране наступают коренные реформы происходят коренные реформы формируется нормальное хорошее демократическое государство но эти усилия по сути дела были только максимум 5 процентов населения около 1 миллиона вопрос а что же делает остальные 95 процентов населения в итоге они получаются пожинают плоды ничем не рискуют стоят в стороне сидят у себя обсуждают или говорят что мы появимся на митинги или говорят шикур толба нам страшно нас уволят у меня кредиты масса всяких объяснений и не участвуют в этих изменениях а в результате этих изменений они получат бесплатное высшее среднеспециальное образование бесплатные медицинские услуги их зарплата например полицейских военных будет от тысячи долларов учителей тоже предпринимателей будут больше зарабатывать потому что люди когда богаче они больше окажут услуг больше продают товаров они больше заработают дороги у вас будут совершенно другие экологии изменится все изменится к лучшему и получается в этом 95% населения не задействовано и очевидно что те 3-5% которые будут участвовать в смене политического режима они должны получить денежную компенсацию за то что они добились перемен перемен для всех почти 19 миллионов граждан нашей страны это очень справедливо и справедливо то что эти денежные средства они будут выплачены из бюджета страны потому что бюджет страны пополнится единовременно когда мы перекроем все каналы воровства будет дополнительно поступать еще 30 миллиардов долларов эти деньги они есть сейчас в стране но и не забывайте что за долгое время управления нашей страной около 30 лет Назарбаев похитил свыше 200 миллиардов долларов США его зять Тимур Кулебаев самый богатый человек нашей страны обладает состоянием минимум 30 миллиардов долларов США каждый из его близких родственников типа Булат Назарбаева каждый год он минимум по несколько миллиардов крадет из бюджета нашей страны провозя контрабандные грузы из Китая тоже миллиардер все родственники ближайшие Назарбаев родственники все миллиардеры они все украдены у вас именно поэтому вы получаете заработную плату ничтожную 80-100 тысяч тенге хотя ваша заработная плата должна быть минимум тысячу долларов минимум а в реальности многие отрасли должны свою зарплату начинять от трех тысяч долларов это результат того что происходит воровство прямо сейчас на ваших глазах и когда некоторые люди говорят Мухтар заплати своего кармана спрашивается эти реформы изменения кому нужны одному Мухтар облязыву или всей стране эти деньги они и так у вас воруются и чем быстрее мы добьемся смены режима тем быстрее будут те самые изменения и компенсация тем людям которые будут участвовать в этих изменениях должна быть выплачена немедленно без раздумий потому что каждый день каждый месяц каждый год суммарно тратятся и воруются свыше 30 миллиардов долларов США я знаю что некоторые критики говорят вот еще не пришло к власти правительства демократического выбора Казахстана а уже Мухтар Аблязов распоряжается деньгами страны это я скажу так может быть резко это глупые утверждения очень глупых людей я скажу следующее в связи с тем что длительное время Назарбаев говорил сначала экономика а потом политика а перевернул все вверх ногами на самом деле впереди политика а потом все остальное я скажу следующее как устроено все это в мире ну например политики выходят со своим программам если говорить о президентах тех или иных стран выходят со своим программами и говорят что я добьюсь что заработная плата ваша увеличится например на 20-30% я добьюсь что в стране произойдут такие-то реформы улучшатся дороги это все деньги ну например нынешний президент США Трамп вышел со своей программы и один из пунктов был строительство стены между Мексикой и Соединенным Штатом Америки когда он говорил что это уменьшит приток нелегальных мигрантов а сейчас страна вынуждена выплачивать различные компенсации нелегальным мигрантам и это происходит за счет бюджета страны что если построить такую стену не из кармана Трампа за счет бюджета страны то Америка выиграет собственно он победил и эти деньги 7 миллиардов долларов выделены из бюджета Соединенных Штатов Америки когда мы объявляем о тех или иных программах например мы говорим бесплатное среднеспециальное и высшее образование ежегодно миллион человек у нас учатся в среднеспециальных и высших учебных заведениях и основная часть людей за это платит мы говорим нет когда будет у власти правительство демократического выбора Казахстана среднеспециальное высшее образование будет бесплатным за счет чего за счет того что мы перекроем каналы воровства и эти учебные заведения получат деньги и наши студенты смогут там обучаться далее мы говорим что не будет проблем у студентов с жильем когда они будут учиться потому что мы выплатим им денежные компенсации на которые они могут арендовать жилье объединиться со своими товарищами и не нужно стоять в очереди где-то перебиваться просить деньги у родителей именно государство компенсирует денежные средства для студентов чтобы они могли арендовать жилье цена вопроса в год для нашей страны незначительна всего лишь 100 миллионов долларов но представьте себе что 30 миллиардов минимум воруется и что такое 100 миллионов долларов для того чтобы наши студенты миллион студентов могли получить компенсацию на аренду жилья объединить с товарищами и снять жилье значит мы озвучиваем такую программу которая приведет к улучшению жизни нашего населения студента в частности когда мы говорим что будут выплачиваться пособия на рождение ребенка пособия на детей до 7 лет включительно на это тоже нужно выделить дополнительные средства потому что сейчас выплачивается пособие до 1 года включительно если многодетные семьи то там незначительной компенсации и опять же если мы увеличиваем срок до 7 лет опять нужны деньги где взять деньги спрашиваете вы меня вот они 30 миллиардов долларов которые минимум каждый год крадутся из бюджета страны сверх республиканского бюджета то есть я хочу сказать что все это есть и упирается опять же все в деньги которые присутствуют в нашей стране то есть имея этот ресурс мы решаем все вопросы и образование бесплатное и медицинские услуги бесплатные и выплатим эти компенсации тем людям которые добьются смены режима теперь давайте поймем сколько их может быть уважаемые друзья даже если миллион человек выйдут на улицы нашей страны это всего лишь 10 миллиардов долларов США обратите внимание у нас в резерве минимум 30 миллиардов которые ежегодно протекают мимо карманов наших граждан крадутся этой политической верхушке то есть вы не то что и теряете эти деньги миллион человек даже если получат это 10 миллиардов они останутся в нашей стране наши граждане будут тратить их внутри страны соответственно опять же из этих денег поступят налоги в бюджет за счет налогов мы можем выплачивать компенсации людям поднимать зарплату строить дороги и так далее вы понимаете да что деньги эти сейчас они отсутствуют они просто находятся в карманах этой политической верхушки поэтому вообще никаких проблем нет эти 10 миллиардов выплатить из бюджета страны плюс состояние Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов внутри страны у них имущество минимум на 100 миллиардов долларов поэтому всем тем кто мне говорит вопрос задает вопрос где взять деньги я говорю они вот они они прям немедленно сейчас есть в нашей стране и все те которые говорят говорят о патриотизме я это приветствую я хочу сказать что вы когда говорите о будущем нашей страны будущее нашей страны требует инвестиций денег значит вы хотите чтобы ваши дети получали достойную заработную плату чтобы все у нас было хорошо это опять упирается в деньги поэтому вы должны себе уяснить эти деньги они выплачиваются тем людям которые строят то самое будущее новое будущее это те самые раз на самом деле патриоты которые рискуют собой рискуют потерять работу рискуют что их оштрафуют и так далее поэтому все должно быть открыто и ясно мы выплатим 10 тысяч долларов после победы каждому кто будет в этой массе участвовать теперь вы должны понимать это победный митинг нужно каждый день приближать каждый день в нем участвовать чтобы тот самый день x наступил никто не знает когда он произойдет 25 сентября в 19 часов если выходит на улицу хотя бы 200 тысяч значит в тот день и будет победа значит все те кто в этом участвовал получит компенсацию а если это будет чуть позже значит чуть позже но не получится так что кто-то назначил дату назвал его днем x и миллион человек вышли и режим упал это придется делать пошагово 25 сентября потом через короткое время следующий митинг и буквально серия митингов которые будут вовлечены миллионы людей точнее если быть точным для смен режима нам достаточно максимум 200 тысяч человек в Астане и в Алмате по 50 тысяч человек в других городах по 20 тысяч и все этого режима уже нет я хотел бы уважаемые друзья напомнить что в 70-80-х годах Эмират Дубай это была пустыня несколько улиц и больше ничего это тот период когда в Казахстане работала промышленность все были более-менее обеспечены работой мы были достаточно развитой страной то есть не было возможно даже близко сравнивать нас с Эмиратом Дубая даже невозможно они ездили на верблюдок у них было море и песок сейчас эта страна входит в число богатейших богатейших в мире я имею ввиду не только страна но собственно сами граждане это было в 80-х и даже в начале 90-х годов когда я в 94-м году первый раз приехал в Эмират Дубай ну было там несколько более-менее приличных гостиниц какие-то строения в общем-то больше там ничего не было буквально за 10 лет страна преобразилась я еще раз хочу сказать что наш потенциал не сопоставимо выше чем Эмират Дубая Эмират Дубая в год добывает около 4-х миллион тонн на душе населения где-то чуть больше одной тонны мы добываем свыше 90-а миллион тонн нефти и на душе населения у нас порядка 5-ти тонн 5 тонн получается то есть даже сейчас при этих объемах производства нефти урана золота наш жизненный уровень должен быть выше чем Эмирате Дубая даже сейчас но к связи с тем что народ наш спит не влияет на политику не участвует боится не выходит на массовые митинги не меняет политический строй это все приводит к тому что эта политическая верхушка безнаказанно ворует десятки миллиардов долларов США десятки миллиардов а могли бы жить получше чем Эмирате Дубая поэтому уважаемые друзья возможности у нашей страны огромные и пришло время не просто задуматься об этом пришло время действовать мы призываем вас участвовать в митингах 25 сентября 19 часов по всей нашей стране именно тот самый день мы можем приблизить когда произойдет смена политического строя и все те кто этого добился они должны получить компенсацию в размере 10 тысяч долларов США не говоря о том что у нас кардинальные изменения произойдут по всей стране и именно эти люди добившиеся перемен должны получить денежные вознаграждения компенсации от государства не от Мухтара Блязова от государства и этих денег достаточно давайте действовать мы вас ждем 25 сентября в 19 часов по всей нашей стране Алга Казахстан Сентября Сентября